Здравствуйте! Сегодня, как я когда-то обещал, я расскажу вам о драматургии Антона Павловича Чехова. В этой небольшой книге собраны четыре его самые главные пьесы «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишневый сад». Когда-то я читал уже эти пьесы, когда-то делал небольшой выпуск, посвященный «Чайке» и «Черному монаху», моим любимым произведением Чехова. Сегодня, после сорокинских текстов, мне нужно было литературное лечение, и им стала для меня чеховская драматургия. Много уже сказано о Чехове, то, что в нем предпринята дидраматизация нарратива, децентрация зрительского внимания, убрано деление на второстепенных и главных персонажей, и то, что Чеховский театр, в его новаторском отношении, предчувствие и некая колыбель для будущего театра абсурда Беккета и Ионеско. Прочитав заново эти пьесы, я еще убедился в том, что советские интерпретации тоже не такие уж пустые, что герои, живущие бессмысленно в праздности, живут накануне больших социальных потрясений, о чем говорят прямо в вершине «Трех сестрах» и «Трофимов в лишневом саде». Они ощущают, что их жизнь будет уничтожена, а с ним ей придется что-то другое, и они видят это будущее в розовых тонах. Конечно, есть некий сарказм, некая ирония автора в отношении этих персонажей, но при этом их предчувствие будущего все-таки в этом романе, в этих пьесах присутствует. Так вот, читать Чехова тяжело мне показалось на этот раз, хотя когда-то я любил «Чайку», но теперь чтение Чехова какое-то вязкое, убезаешь будто как в болоте, в какой-то трясине. Такова провинциальная жизнь его героев, живущих часто в деревне или просто в провинциальном городе, удаленные от столицы, от больших каких-то потрясений, больших событий. Герои Чехова мучительно переживают свою несостоятельность, несостоятельность своей жизни. Они очень хорошо все себе понимают. Они считают, что в праздности, в глубочайшей невероятной рефлексе они прожили всю жизнь, и жизнь эта оказалась недостойна того, чтобы ее прожить. Чехов вычленяет из своих персонажей нечто столь существенное для интеллигенции, вообще для интеллектуалов, которые часто занимаются самокопанием, самобичеванием, недоволен своими делами, которые занимаются творчеством часто, но при этом это творчество в итоге умирает под воздействием обыденности, серости, обывательщины и прочих мещанских вещей. Конечно, часто советские интерпретации показывали все это как мир накануне революции, мир, который вот уже умер, сгнил окончательно. Конечно, там во многом так и было, так и есть. И то, что Чехов популярен всегда в конце века, то, что он показал болезнь века, но не в декаденских тонах, не в упоении злом, а в традиции русско-классической литературы, в этом ему большая честь и похвала, большая слава Чехова заключается именно в этом. Но он также ухватил для того, что свойственно не только русским людям, но и мило вообще, людям, живущим в мире в разных странах. Чеховские герои, зажатые в тиски времени, которые метят их лица, души и тела, тоской, невероятной меланхолии, депрессией. Почему-то часто отмечалось, что Раневская, плачущая в вишневом саде, плачет для некого комического эффекта, он нужен автору именно для этого. На мой взгляд же, не только для этого. Чехов, как врач, понимал, что постоянные слезы – это признак клинической депрессии. Это указание на этот симптом. Также многие другие вещи. Так, например, неудовлетворенность дяди Вани своей жизнью, прожитой ради Серебрякова, или постоянная борьба треплево со старыми формами – все это, конечно, запоминается на всю жизнь. Прочитав эти четыре пьесы, вы никогда уже их не забудете. Хотя, как Батыйс Чехов не считал жизнь бесперспективной и бессмысленной, без труда, без работы, без творчества, тем не менее, в этих пьесах есть и христианские мотивы, особенно в финале «Дяди Вани и трех сестер», в монологе «Соня» в «Дяди Ване» и в монологе «Ольги» в финале «Трех сестер». Эти христианские мотивы связаны с тем, что рано или поздно придет утешение от Бога, ли с трансцендентом, от чего-то еще, во что они не верят, но надеются, что это есть. Они надеются, что страдание осмыслено, что оно нужно, что оно не бессмысленно. Они надеются на то, что боль, которая приносит им мир и жизнь в этом мире, рано или поздно закончится. Это будет утешением от Бога или другой силы. В которую они не верят, в которую надеются, что она есть. Так вот, Чехов, писатель и драматург, конечно, новаторский. Как бы его ни ставили часто в театре, с какими бы новаторскими сценографиями не подходили к его творчеству, как бы режиссеры не сгалялись в интерпретациях, ядро его драматургии останется все тем же. Ядро этой драматургии очень просто. Мы живем в мире, и мир это приносит нам боль. Мы надеемся, что когда-нибудь эта боль закончится, и мы утешимся, успокоимся, и, как говорит Соня, отдохнем. Так вот, Чеховский театр актуален всегда. Он охватил нечто столь существенное, что в том же Вишневом саде всего лишь один шаг до лысой певицы Ионеско. Герои говорят бессмысленные вещи, не слышат друг друга. Это вызывает комический эффект. Они замыкаются на себе, и в этом они невероятно несчастны. Именно потому, что мы замыкаемся на своих проблемах, плачемся часто, часто жалуемся на жизнь, как делают все герои Чехова. Именно поэтому мы так жалки. Именно поэтому нам хочется, чтобы нас пожалели, хочется, чтобы нас утешили. И это утешение придет не от людей, потому что на людей надеяться не стоит, потому что люди все за своими проблемами. Надеяться нужно только на Бога, который, в общем-то, и утешит, именно потому, что сам прошел через страдания, и сам знает, что это такое. Именно в этом, на мой взгляд, является ядро чеховской драматургии, несмотря на то, что автор был атеистом. До свидания.